Такое могло случиться только со мной. Сейчас расскажу вам всю историю и параллельно буду распаковывать, все комментировать. Так что давайте все по порядку. Ближе к Новому году мне нужно было заказать подарок в другой город. И на Marketplace я вбила полностью адрес и указала ближайший пункт выдачи. Конечно, все у меня получилось. Подарок пришел вовремя, все хорошо, все довольны. И на этом же Marketplace я решаю заказать дальше подарки для своих детей к Новому году. Кстати, здесь перед вами полочки пластиковые. В конце покажу, как они выглядят в собранном виде. И посмотрите, все у меня вылилось. Знаете, что здесь вылилось? Это Азелит, который вылился и, конечно же, проел все этикетки, пакеты и так далее. В общем, заказываю я все своим детям и смотрю дата выдачи 2 января. То есть к Новому году я не успеваю и думаю, ну, наверное, перегружены эти все пункты. Выдачи, хотя я все заказывала в начале декабря. То есть даже больше месяца должно было пройти, чтобы я получила все эти посылки. Окей, думаю, все хорошо, ничего страшного. Как раз будут январские праздники, получим, обрадуемся, распакуем и будем вместе все собирать. Тут звонок 29 декабря от курьера о том, что он может подъехать примерно через 5 минут. Я говорю, да, конечно, я сейчас как раз дома подъезжать, я у вас все заберу. Проходит чуть ли не больше получаса, курьера все нет. Я перезваниваю ему, он говорит, я стою возле двери. Я думаю, где ты стоишь возле двери, если у меня тут никого нету. И, наконец-то, до меня доходит. Я его спрашиваю, а на каком вы этаже? Потому что предыдущую посылку, которую я заказала в другой город, она была для моих родных и близких. И я понимаю, что они живут на другом этаже, а я живу на третьем этаже. Да, до меня доходит, что я не убрала пункт выдачи чужой и не поставила обратно свой. Поэтому все эти посылки ушли в другой город. И именно поэтому срок выдачи был настолько большой, потому что это была уже не Москва. Мне эта история напомнила, знаете, историю на Новый год с легким паром. Я думаю, что многие ее знают. Заказала вот такую вот фигурку аниме для дочери. Если кто-то в этом разбирается, может, кому-то тоже понравится. Она такая пластиковая, с одной стороны глянцевая, с другой стороны матовая. А у вас вообще такое случалось или нет? И расскажите о своих эпик фейлах, так скажем, внизу в комментариях. Потому что мне кажется, что такое могло случиться только со мной. Это блески для губ. Три штуки заказала как раз к Новому году. Думала накрашивать. Вот он, герой нашего времени, азелит, который протек. Сейчас я все уже протерла и могу показывать. До этого была просто вся в краске. Три помады от Белор Дизайн. Если честно, они очень сильно сушат губы. И оттенки плюс-минус одинаковые. Верхний 20-й, посередине 23-й и нижний 24-й оттенки. Эссвицин для волос. Его хвалят, что он борется с выпадением волос и способствует новому росту. Буду пробовать. Мне нравится, что он с дозатором. То есть вы не вылите огромную кучу лосьона себе на голову. Да, пластиковая полочка. Я ее уже собрала. Да, удобно, когда есть в комплекте дюбели. Но я, как всегда, не угадала с размерами. Я вообще любитель что-либо заказывать. Никогда не измеряю. Пластик, кстати, достаточно тонкий и хрупкий. То есть что-то тяжелое он может не выдержать и упасть. Мне понравилось то, что полки можно регулировать по высоте. Ну, а снизу есть крючки, к примеру, для полотенец. Продолжение следует... О,kmale. Продолжение следует...